Всем привет! Сегодня мы расскажем про подствольный тактический фонарь Olight M21X. Вот он. На начало 2013 года этот фонарь является флагманом в линейке подствольников компании Olight. И нас часто спрашивают, чем отличается M21X от M20X. Сейчас я покажу M21. У меня здесь есть и M20X обычный. Так вот, M20X, вот он в правой руке, он имеет мощность светового потока 500 люмен. M21 имеет мощность 600 люмен. Время работы в максимальном режиме у M21 меньше на 10 минут. У M21 также голова шире, чем у M20X. В-третьих, переключение режимов. Переключение режимов у M21 происходит по ротам головы, а у M20X происходит переключение кнопкой. Есть кнопка сзади. Также у M20X дальность света 200 метров, у M21 240. Ну, по большому счёту это все различия. В первую очередь про M21 расскажу про комплектацию. Фонарь идёт в пластиковом чемоданчике. В комплекте сам фонарь, две батарейки, тубус для этих батареек, белый диффузор, нейлоновый чехол на ремень. Там же есть затягивающийся ремешок на руку и запасные детали. У этого ремешка есть затягивающийся карабин, и его можно вешать на шею или на руку. Чехол достаточно плотный. Его можно прикрепить на ремень таким вот образом. Также по бокам есть два кармашка под запасные аккумуляторы. Ну и фонарь в него вставляется вот таким образом. Чем удобен этот чехол? Тем, что у него есть снизу дырка, через которую можно, не доставая фонарь из чехла, что-нибудь подсветить. В принципе, вот такая комплектация у фонаря. Вернемся к самому фонарю. Этот фонарь относится к серии M Military и предназначен прежде всего для ситуации, когда нужна высокая надежность и мощность. Его длина 145 мм, а диаметр головы практически 40 мм. Диаметр тела стандартный для подствольных фонарей, дюймовый или 25,4 мм. Вес фонаря всего 120 грамм, но это без батареек. С батарейками же вес увеличится до 150 грамм. При установке фонаря на ружье, его вес почти незаметен и баланс ружья значительно не изменится. Корпус выполнен из авиационного алюминия Т6061 и анодирован. Анодирование третьей степени, самое высшее. Анодирование защищает фонарь от случайных царапин и придает ему черный матовый цвет. С головы фонаря расположена стальная ударная кромка, вот она, которая защищает стекло фонаря. Стекло фонаря толстое, ударопрочное и с антибликовым покрытием. Также оно очень просветлено и внешне можно даже не заметить, что оно тут есть. В фонаре стоит светодиод CreeXML, вон он, с максимальным световым потоком 600 люмен. Рефлектор, как можете заметить, мятый, текстурированный, за счет которого вы получите широкий пучок света и на дальность 240 метров. Фонарь имеет мощную боковую засветку, и вы не потеряете зверя, даже если он быстро покинет зону центрального луча, что очень важно на гладкоствольном оружии, ну, на коротких дистанциях. С торца фонаря расположена кнопка включения-выключения, вот она. Этой же кнопкой можно включить бесшумный фонарь, чтобы что-то подсветить. Сейчас я покажу, как это делается. Ставим тестовый аккумулятор. Вот включение-выключение фонаря. То есть это включение-выключение. Вы слышали щелчок. Тактическое включение – это легкое надавливание на кнопку без щелчка. Вот он включился. Переключение режимов работы осуществляется с поворотом головы на 5-10 градусов. Вот таким движением. Стробоскоп. Минимальный режим. Средний режим. И максимальный режим. Фонарь имеет три уровня яркости и стробоскоп. Первый уровень – это 20 люмин, самый нижний. На нем фонарь светит 36 часов. Второй – 200 люмин. На нем фонарь проработает 3 часа и 45 минут. На максимальном уровне в 600 люмен фонарь работает 1 час 20 минут. Конструкция радиатора и фонаря, вот радиатор, позволяет использовать его в максимальном режиме без ограничения по времени. М21Х также запоминает любой режим, на котором был выключен. И если его включить снова, то стартует с него. Вот вы видите. Также эта память работает даже если было вытащено питание из фонаря. И этот фонарь спокойно относится к холоду и даже к суровому морозу, он вас не подведет. Окрутим крышку фонаря и посмотрим на его резьбу. Во-первых, мы можем увидеть защитное силиконовое кольцо и резьбу фонаря, которая конусная. Конусная резьба лучше сохранит фонарь от проникновения воды. Кстати, фонарь прошел испытание и соответствует Международному стандарту защиты от воздействия окружающей среды. И по нему он имеет высший уровень защиты IPX8. По которому, судя по стандарту, фонарь гарантированно выдерживает погружение в воду на время 30 минут на глубину более 1 метра. На корпусе фонаря есть кольцо. Это кольцо сигарного хвата, чтобы его так удерживать. Оно также не позволяет клипсе соскочить. Это съемная клипса. Фонарь вы можете повесить на ремень, на карман брюк. Также к этому кольцу можно подсоединить ремешок, который идет в комплекте. С прошлого года компания Olight изготавливает и сертифицирует фонари свои по Международному стандарту измерения ANSI. И этот стандарт позволяет объективно судить о свойствах и характеристиках фонарей. К примеру, M21X имеет подтвержденный световой поток в 600 люмен и дальность пучка света 240 метров. Питание фонаря происходит от двух трехвольтовых батареек CR123A, которые идут в комплекте, либо аккумулятора 18650. Тот тестовый аккумулятор сейчас внутри. Батарейки и аккумуляторы легко приобрести, и они встречаются повсеместно. Фонарь также легко установить практически на любое нарезное и гладкоствольное оружие. Вы можете позвонить нам или написать, и мы с радостью подберем вам кронштейн именно под ваше оружие. Дальше в видео мы покажем фотографии света фонаря, так называемые бимшоты, по которым вы сможете понять, насколько это мощный фонарь и как далеко он светит. Спасибо, смотрите дальше. Субтитры сделал DimaTorzok